Девушки отдыхают Какие мысли, сеньора? А я вообще очень любопытна, Паша. Например, вот сейчас я очень хотела бы знать, о чем вы думаете. Видите ли, дело в том, что мы не хотим, чтобы дома жили дольше нас. Поэтому их жизнь так же коротка, как и наша. Я получила ответ на первый вопрос, теперь ответьте на второй. Я же вижу, сами вы здесь, но мысли ваши очень далеко отсюда. О ком вы все думаете сегодня? О своей Мехримах-Слутан? Ахирам Султан, сеньора. Да, да, конечно. Как ее самочувствие? Султан Сулейман, я слышала, со всего мира знаменитых лекарей пригласил к ней. Да, но они ничего не смогли сделать. Да никто и не сможет уже. Надежды больше нет. Госпожа в любой момент может завершить свой жизненный путь. Какой ужас. На вашей жизни это отразится как-нибудь? Не только на моей, сеньора. Уход Хирам Султан изменит. Жизнь всей нашей страны скажется в мире. Она удивительнейший человек. Может быть, даже она одна единственная такая на всем белом свете. Она умеет слушать и разум, и сердце. Она и милосердна, и беспощадна. И она не только одна из самых красивых женщин в мире, сеньора. Она обладает такой смелостью, какая дана не всякому мужчине. Когда Хирам Султан уйдет от нас, все уже будет не так, как раньше. Мне страшно, Хирам. Впервые страшно. И я не огражден от страха безысходности. У меня тоже страхи были. Я страшно боялась седых волос. И еще морщинок гадких вокруг глаз. Что раз любишь, меня боялась. Я тебе опостыль. А видишь, вот все оказалось пустое. Сулима, мы вместе сейчас. Это мгновение вечно. Давай с тобой вспомним наши самые счастливые дни. Конечно, это тот первый день. Тот прекрасный и уже вечный миг. Когда мы только увидели друг друга. Когда только узнали. Я знал тебя еще до сотворения мира, Хирам. Еще тогда я полюбил тебя и взял в жены. А придя в этот мир, мы снова соединились. Расскажи мне, как все было, как мы соединились. Когда на земле еще ничего не было, да и самой земли еще не было, Аллах, сотворивший все миры, создал наши души. И вот однажды он собрал все-все души и спросил их так. Не я ли сотворивший вас, Всевышний? А души ответили на этот вопрос. Истинно так, ты наш Всевышний, великий и единственный создатель наш. После этого Всевышний велел им отправляться на эту землю. А все души поклялись, что никогда не отрекутся от слов своих, когда придут сюда. И вот, с тех пор те души, которые на небесах соседствовали, те, что дружили, что враждовали, все влюбленные души, придя на землю, ищут друг друга. Некоторые находят, а некоторые продолжают искать до конца своих дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Гаспажа, Аллах, свидетель узнать, где это? Было сложнее, чем отыскать яйцо дракона У Матракчина, Сухое Финди, есть один слуга Я нашел его, дал ему золото много Пока вытянул из него сто потов сошло Ибрагим погребен вот здесь Если верить слуге, то здесь, госпожа Прямо вот там Я сообщил Синану Аге о вашем приказе поторопиться Однако это не подействовало Он сказал мне, для создания творения, которое достойно нашего повелителя, требуется время Где он сейчас? Он не знает о вашем визите, повелитель Я немедленно сообщу ему Синану Аге о вашем приказе поторопиться Повелитель Синану Ага, что такое? Теперь понятно, почему строительство тянется так долго Простите за дерзость, но вы несправедливы к рабу своему Синану, государь Моя цель создать величественное творение Я работаю усердно день и ночь Кому мне верить, тебе или своим глазам? Да еще в священном месте уселся и шумишь Нечестивец! Повелитель, я объясню все, если разрешите С помощью этого я хочу определить, как отражается лучше всего звук внутри храма Ну, звуковые волны И тогда каждый правоверный услышит имама Даже если находится в дальнем углу храма И даже тихая молитва вознесется под купол небес Как жаль Могильного камня даже нет Воздалось по делам его госпожа Ибрагим Паша получил то, что заслужил Столько бед вы пережили из-за него Пусть несет наказание Повелители и вас Люди будут с благодарностью всегда вспоминать А Ибрагим Паша скроется на вечного мраке истории Ибрагим и Пашу, думаешь, забудут? Пусть здесь нет даже камня Его деяния пусть приносили несчастье Но если память о нас будет жить в столетиях Он тоже не канет в забвении Ибрагим Ибрагим Испарги Мой смертельный враг, Ибрагим Ты стал прахом Стал прахом, перешел в мир иной Надеюсь, ты слышишь меня сейчас Я бы хотела сказать тебе эти слова При жизни, глядя в глаза Но не судьба Я хочу поблагодарить тебя, Ибрагим Я прожила такую жизнь Какую не дано прожить ни одному рабу Аллаха И в этом велика твоя заслуга Я не стану отрицать Меня выбрал ты Ты обратил взор Повелителя на меня Хотя после и пожалел об этом тысячу раз Истина такова И я, и ты, Ибрагим Были лишь двумя мотыльками Порхающими вокруг пламени А пламя это Султан Сулейман Я смогла вовремя остановиться Знала свое место и границы дозволенного А ты не знал, Ибрагим Ты приблизился Ты приблизился слишком близко к пламени Кружил вокруг него И сгорал И в конце концов Превратился в пепел Души вечны Я знаю Уже скоро Очень скоро Я отвечу за все свои деяния И в этот день, Ибрагим Мы с тобой увидимся вновь Звук будет распространяться Равномерно по всей мечети Во все стороны Поскольку я разместил 256 пустых сосудов Под главным куполом храма Повелитель А стенки их смазал желтком Сейчас Я думаю о том Чтобы поместить наверху резервуар Копоть от горящих свечей Будет там собираться И ни один узор Ни одна роспись Не пострадает А из копоти этой Можно сделать Замечательные чернила А между лампадами Я положил страусиные яйца Для защиты от насекомых Я наслышан О твоей скрупулезности Но так продолжаться не может Сколько еще надо тебе Полгода Год Хорошо Раз так, милостью Аллаха Я скоро закончу Я не хочу расстраивать вас И гневить мой Повелитель А если не закончишь Я тебя не только разжалую Я тебе больше гвоздя Вбить не позволю Понял Дорогу Хасыки хюрем Султан хазрет лири Султан хазрет лири Госпожа Вы уж слишком себя утомляете Не делай это Ну вот зачем Нужно было ехать В такую даль Госпожа Да дарует вам Аллах исцеление И долгие годы Госпожа Что прикажете Есть у вас какое-нибудь пожелание Есть у меня одно желание Симбюль Приказывайте госпожа В миг его исполню Ты только об этом никому Особенно Повелитель Всевышний Госпожа Кофе Мне ужасно Кофе хочется Да Шех Заде Аллах услышал наши молитвы Хвала тебе Всевышний Шех Заде у нас маленький Но очень сильный Сумел выжить Это молоко материнское Оно в него жизнь вдохнуло В них нет мой Крошечнейших Заде храбрец Шех Заде Пусть немного Окрепнее ты тогда Я прикажу казнить хатум Шех Заде Нурбану Султан Должна сейчас не здесь находиться А в Айлыне Рядом с Шех Заде Мурадом Я вынуждена Вам напомнить решение Хюрем Султан На этот счет Да Фахрия Ты по прежнему покоя никому не даешь Так что на этот раз Нарушен приказ госпожи Ваше присутствие здесь недопустимо Вы без разрешения приехали Шех Заде Не верьте Не слушайте ее Мое место в Манисе Здесь рядом с вами Вон что произошло В мое отсутствие Не отправляйте меня Уж лучше убейте Нурбану Султан И мои дочери Останутся здесь У Шех Заде Мурада Есть свой наставник Нурбану А ты будешь его навещать Простите Но как же правила Шех Заде Ну правила эти людьми Установлены в Ихрие Матушка когда-то не поехала В Санджак за моим братом Мехметом Как положено Она в столице с повелителем осталась Знаешь Мне повезло Что судьба уготовила мне Такую смерть Да что вы такое говорите Пусть Аллах пошлет вам Еще долгие годы Меня пытались отравить Ни кинжалы Ни камни Ни избиения Ни что не убило меня А вот моя Собственная плоть сделала То что никому не удалось Бесстрашная Хюрем Султан Столько лет Боровшаяся с такой отвагой За трон для своих сыновей Обязана дожить до этого дня Я боролась за своих детей Чтобы их защитить А вовсе не за престол Для одного из них Это значило бы потерять Султана Сулеймана Потерять смысл всей моей жизни Хвала Аллаху Что я не изведаю боль этой утраты Но эту утрату Эту боль Повелителю придется пережить тогда Поэтому я тебя и позвала Уйду Будешь ты о нем заботиться Я знаю Ты сделаешь все правильно Всегда рядом с ним будь Стань его дыханием Предающим силы Конечно Не волнуйтесь Госпожа Вас ему не заменит никто Но все то Что в моих силах Я сделаю Мне надо отдохнуть немного Госпожа Госпожа Я полагаю Причина веская, Рустем Ты снова не ночевал дома? Да Дела во дворце Меня сдерживает состояние матушки Но все же я не намерена Больше терпеть это Предупреждаю Если такое повторится еще раз Я прикажу запереть двери Сиди на улице Не смею противиться Вашей августейшей воле Моя госпожа Ты что, смеешься надо мной? Ты что, смеешься надо мной? Что с тобой? Не здоровится? Неудивительно Столько огорчений и тревог Нет, меня и так тошнит Спасибо Вашего лекаря Педро Увы, больше нет А другие вас не устраивают Так что нам теперь о вашем здоровье Только молиться осталось, госпожа Так ты все это из-за Педро? Не ночуешь дома часто? Сухо и холодно разговариваешь? Решил за Педро Отомстить вот такой низостью? Хотя, Джахатун Иди отдохни немного Проводи госпожу Госпожа, что с вами? Что-то случилось? Рустем Паша решил, что я хочу его разжалобить А мне действительно плохо Даже просто от воды Да, с вами что-то непонятное происходит Два кусочка съедите и вам плохо Часто голова, кружится слабость Руки и ноги опухли Неужели? Мир твоему дому Тебе и всем родным Сю-сю-сюмбюль, ага Мы же сто лет уже не виделись, дорогой Добро пожаловать Как я рад Спасибо Спасибо большое Якуб Что это такое? Тудимся, как видишь, ага Ну и без вкусицы Дешевка какая-то А-а-а Ха-а-а Знаешь, так ты и не выучился ничему у меня Разве такое дело я ставил тебе в наследство, Якуб? Как смог, так его и наладил Якуб У меня к тебе еще одно деликатное дело Хочу посоветоваться О, Аллах, случилось что? Мне очень нужен кофе Немного, хотя бы на одну чашку Ты наверняка знаешь, где его можно достать Что ты, что ты, нет Повелитель запретил кофе, ты же знаешь Так Абусут и Фенди сразу приказал закрыть все кофейни Какой кофе? О чем ты говоришь? Что ты делаешь? Тихо, замолчи Вот наградил Всевышней глоткой Якуб и Фенди Позже уходите Сразу ответь Якуб и Фенди Мы заказывали кофе Да Не сейчас Ах ты, вра Оледокий Ты что же, это людей обманываешь, негодник, а? А ну, веди туда, где его продают Быстро Ладно, отведу, пошли Ишь Все за мной идите Ты шагай Стойте здесь Ты тоже поддался искушению, Фенди Какому искушению? Да кофе купить Кофе Говорят, о нем узнали благодаря Хюрем Султан А раз так, то и грех этот на ней лежит Да, она приучила нас пить его Повелитель запретил кофе, а мы теперь мучаемся Госпожа мастерица на такие штучки А ты что, знаешь Хюрем Султан? Еще бы ее не знать Я уже много лет служу у Хюрем Султан Я самый верный слуга ее Сумбюляга меня зовут Скажи ради Аллаха Правду ли говорят? Ходят слухи, будто она очень тяжело больна Не приведи Аллаха Шлихо! Нельзя, госпожа, ничего плохого говорить Да как можно? Мы не слушаем никого, Фенди Да вознаградит Аллах Хюрем Султан Она очень помогла нам Только благодаря ей мы смогли пережить трудные времена Да, это точно Мир еще никогда не видывал такой удивительной женщины Она смогла сделать то, что еще никому не удавалось Чистая правда Она приехала сюда простой рабыней А стала повелительницей половины мира Поэтому мужчины и не любят ее Не любят, да? Знаешь Когда мы с маленькими братьями и сестрами остались сиротами Мы укрылись в приюте Хюрем Султан Она нам очень помогла Мы каждый день молимся за нее Передай ей это Передам, передам Молитесь за нее, не скупитесь Пусть Всевышний продлит ее дни нам на радость Аминь Только ради Аллаха Никому не проговоритесь, где купили А то все пропадем За это наказывают и того, кто торгует, и того, кто покупает Не беспокойся, Эфиат Ладно, уходите Спасибо Вот, держи Ну, знаешь, ты Тот еще жулик Устроил себе, смотрю, источник дохода А ты ничего не забыл? То есть Не понял Что? Деньги, деньги, деньги Как тебе не стыдно, наглец? Продал мое имущество, нажился, понимаешь? И еще с меня деньги требуешь Вот, пожалуй, и выставит тебя у позорного столба на площади другим в назидание Ага, я пошутил Ну, конечно, какие деньги? Лапка ведь твоя Хюрем Султан, мое почтение, передай Всегда рад ей слушать Так ты лучше Это же пройдоха Да? Паша Хазритлери Хюрем Султан и Михримах Султан велели вам приехать сейчас же Они ждут вас в Дворцовом саду Госпожа, вы пожелали видеть меня Когда мне стало нехорошо, Рустем, ты решил, что я притворяюсь, да? А разве нет? Вы ведь обожаете меня тревожить, расстраивать Подождите, что происходит? Подождите, что происходит? Что это за разговоры? У Михримах есть для тебя превосходная новость Вот я и позвала тебя Я беременна У нас будет ребенок Увижу ли я его, посчастливится ли? На столах он родится здоровеньким Пусть дарует ему Всевышний долгую счастливую жизнь Аминь По-моему, стоит его искупать Как считаешь, Гюльшен Калфа? Пойдем со мной, Хатун Пришло время, Гюльшен Калфа Сегодня? Говори же Не спрашивай меня ни о чем, Хатун Я не знаю ничего Дефне Анна, сестричка Не плачьте Все Все хорошо Идите сюда, дети Идите Да Шех, за ты Так мне пора, значит Я вас прошу Вы только мальчика моего не бросайте Он ведь ни в чем не виноват Это моя ошибка И остерегайтесь брата и жену его Эту змею, умоляю вас Не верьте им, Шихзады Хватит, Хатун Не плачь Ради нашего ребенка я милую Я прощаю тебя Налянусь вам Больше всего на свете я боялась потерять вас, своего ребенка и сестру И это было самое страшное наказание Когда вы от меня отвернулись Я буду жить теперь надеждой Надеждой на то, что вы снова примете меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok